Здравствуйте! Как всегда, в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телекомпания ХТВ «Беседы с Владыкой Павловым». Неизменно на ваши вопросы отвечает патриаршик Зарфсия Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте! На наши телефоны, на электронную голосовую почту поступают ваши звонки, ваши вопросы из разных городов России, от Владивостока до Калининграда и из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Но начать хотелось бы вот с какого вопроса. Вот человек, конечно же, хочет в жизни радости, чего-то радостного такого. И, кстати говоря, церковь часто обвиняет в том, что она очень часто говорит о смерти, то есть о таком чем-то мрачном, жестоком, опять же, страх Божий, раб Божий. Такие понятия вроде навевает на человек какой-то ужас. Но ведь в каждом акафисте мы слышим не одно слово радость. «Господи, мой Господи, радости моя, даруй меня, да обрадуйся о милости Твоей, акафист Иисусу сладчайшему. Радуйся, радости наша, покрына со всякого зла, честным Твоим амагофором, покров. Радуйся, обрадованный, в успении Твоем нас не оставляющий, успение». Вот в каждом акафисте столько слов радости. Так вот, что это за радость, которая призывает церковь? Вы знаете, сразу хочу сказать, что я иногда говорю с нашими прихожанами на эту тему, и поэтому сейчас хочу сказать, что удивительное происходит у нас в православной церкви. Для людей далеких от церкви, которые пришли впервые в наши православные храмы, для них очень много бывает вот такого непонятного. Вот идет самое, ну, самое такое яркое, наверное, о чем можно сейчас сказать, это «Страстная седмица» накануне праздника Светлого Христового Воскресения. «Страстная седмица» Христа Спасителя предают страшной смерти, осуждает его на самую позорную смерть, на распятие. Этой смерти предавали самых опасных преступников. Его предают этой смерти. И он на кресте молится за своих распинателей. И мы вот в «Дни Страстной седмицы» в своих поведях очень часто говорим о любви, о божественной любви, о любви Иисуса Христа к человеку, о любви Бога Отца к людям, который так возлюбил человека и мир, что не пожалел сына своего возлюбленного и отдал вот на такую самую страшную позорную смерть для того, чтобы человека привести к себе все человечество и каждого в частности. Мы говорим в «Страстную седмицу» только о любви, о любви. А когда наступает самый праздник, самый торжественный праздник Светлого Христового Воскресения, мы всю «Седмицу» почему-то говорим о смерти. Смертью смерть поправ, смертью смерть поправ. Сущему грабежу, здорово. Мы воспеваем эту тропарь во Христос воскресе из мертвых, но многократно, каждый день, многократно. И мы всю эту неделю как никогда говорим только о смерти. Почему? Почему радостно восклицаем? Да, почему? Да потому что, если мы внимательно все это взвесим, и мы поймем, что смерть – это самое страшное явление в жизни вообще всего человечества, и каждого человека в частности. Смерть останавливает все и прекращает всякий смысл жизни человека на Земле. Никакие ценности не представляют собой, никакую ценность перед смертью. Все, чтобы человек не достигал, к чему бы он не стремился, смерть останавливает все. Стремился всю жизнь к чему-то, и смерть пресекает и останавливает все. И утрачивается смертью всякая ценность на Земле. И, конечно, смерть всегда волновала всех жителей Земли. И люди стремились сделать все возможное, чтобы как-то избежать эту смерть, как-то ее сгладить, даже забыть о ней. Но все равно мы смотрим, сплошь и рядом умирают люди. И как бы мы не закрывали глаза, а смерть все равно продолжает свое действие на Земле. И поэтому это самое страшное явление, которое было и есть на Земле. А вот с пришествием в мир Сына Божьего, Его воплощение в наше человеческое естество, Его страдания на кресте и Его смерть на кресте, смерть как таковую уничтожила. Все. Нету больше смерти. Со смертью Христа Спасителя для каждого, кто верит, поверит во Христа, и кто будет жить в соответствии с Духом Евангелия, исполнять заповеди Господни, для тех уже смерти как таковой не существует. Я, аз есмь, жизнь, истина и путь. И всякий, кто будет веровать в Меня, не умрет. Но если и умрет однажды, как говорил Христос Спаситель, то перейдет от жизни временной в жизнь вечную. От смерти к жизни. Слушайте, что еще может быть более возвышенного? Мы с вами ведь не умрем. Но, вы знаете, я очень часто вспоминаю своего друга, одноклассника, или даже мы с ним вместе учились, сокурсник мой, мы учились с ним вместе в семинарии, в академии. Я вот совсем недавно рассказывал своим прихожанам, он уже был священником, у него был страшный диабет, он готовился уже к переходу в загробный мир. И вот, знаете, я был тогда в Будапеште, нес послушание. Однажды он мне звонит, это было где-то в конце сентября, наверное, где-то после праздника Рождества Пресвятой Богородицы, где-то 23-24 сентября он мне звонит и говорит, «Ладыка, я так себя плохо чувствую уже, я уже скоро умру. Меня уже однажды вернули к жизни, я скоро умру. Я говорю, «Ладыка, я так хотел бы, чтобы ты приехал и меня отпел и похоронил». Я ему говорю, «Отец Михаил, ну какие проблемы?» Я говорю, «Я вот сейчас приеду на преподобную серьги 8 октября, готовься, я говорю, я тогда тебя и отпою, и похороним». И такая пауза в трубке. Он говорит, «Ладыка, рановато еще будет». Я говорю, «Ну тогда как хочешь». А потом, я говорю, «Отец Михаил, я уеду в командировку, меня не будет». Он говорит, «То жаль, я так хотел, чтобы ты меня отпевал и похоронил». Вы знаете, ну я приехал, он еще был живой. Вот я уехал потом в командировку. Он действительно умер где-то вот 21 или 22 октября. Вот, его похоронили. Вот, я не присутствовал, естественно, я был в командировке. Потом, спустя какое-то время, он мне снится. Знаете, хотя я снам стараюсь не верить, они мне как-то и не снятся. Да, но и вдруг я вижу его, и он такой веселый, в хорошем настроении. Увидел меня, и «О, Владыка, так руки распростер, идет ко мне обниматься». А я вспоминаю свою бабушку, она когда-то нам говорила, спокойненько, если приснится, не обнимайтесь, они к себе засосут. Да, вот такое суеверие было у бабушки. И вдруг он идет ко мне, и я ему говорю, «Миш, Миш, а подожди, ты что?» Я говорю, «Ты же умер, отец Михаил». Я говорю, «Ты же умер». А он мне говорит, «Нет, Владыка, я не умер, я живой». Я говорю, «Как живой? Ты же умер, тебя же мы отпевали и похоронили». И он мне говорит, «А ты меня не отпевал, ты меня не хоронил». И думаю, ничего себе, я проснулся, знаете, вот в таком состоянии, я говорю, «Во, брат ты мой!» Все знает, все помнит. Он не умер, он живой. Вот мы в это верим. И действительно, история нашей христианской церкви, история наших святых, она свидетельствует о том, что действительно верующий во Христа человек не умрет. Он перейдет от жизни временной в жизнь вечную. Но мы, верующие во Христа, будем жить, мы надеемся, верим, мы хотим жить в Царстве Божьем. Именно поэтому мы стремимся жить по-христиански. Именно поэтому мы стараемся не делать ничего злого, не доброго. Именно поэтому мы стремимся каждый день что-то сделать хорошее и доброе. И, конечно, разве это не радость? Слушайте, мы не умрем. Разве это не радостно? Как вы вспомните, обратите внимание, как скорбят, печалятся, плачут, и вопят люди, которые не верующие или далекие от церкви, которые хоронят своих близких. Да на кого ж ты нас оставил? Да что ж ты, ой, что ж ты, ой, 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 как они убиваются? Поэтому апостол Павел призывает христиан не скорбеть о умерших, как это делают язычники или неверующие, а радоваться подавает, радоваться подавает. И сам Христос Спаситель, потому что умирает человека Господь, и сам Христос Спаситель призывал всех радоваться. После его воскресения из мертвых, когда он явился с учеником своим, что он сказал? Первое слово – радуйтесь. Смерти нету как таковой. Это момент жизни, перехода от жизни временной в жизнь вечную. Это все равно, что, знаете, я жил в жутких условиях, вот обыденной, простой жизни. В коммунальной квартире. Да, в какой-нибудь коммуналке, в лучшем случае. И вдруг мне дают шикарные апартаменты. Разве я не радуюсь? Вот примерно то же самое с нами произойдет при переходе из жизни временной в жизнь вечную. Но горе будет тому, кто отвергал это все и не хотел прислушиваться к голосу церкви и голосу Евангелия. Вот это будет, конечно, для тех людей печаль. Поэтому, конечно, для нас радостно. И поэтому мы в праздник Светлого Христового Воскресения все время радуемся и стремимся радоваться. Нету больше смерти. Самого страшного, что было в жизни вообще всего каждого человека и всего человечества. Этого больше нет. Как тут не радоваться? И как тут не говорить о смерти, что ее больше нет? И, конечно, у нас в церкви и богослужения, они все наполнены радостью. Но эта радость очень отличительна от той мнимой радости, в которой живут сегодня неверующие люди. Они думают, что вот сейчас поплясать, потанцевать, уколоться, выпить, насладиться какими-то благами – это радость. Нет. Это какое-то скоро проходящее удовлетворение своих страстей. Да, суррогат самый настоящий. А завтра утром проснулся, вчера веселился с друзьями в этих заведениях различных, а завтра утром проснулся с бодуна, голова болит, все болит. Какая там радость, мнимая. А потом проходит, остается какой-то нехороший осадок, а все равно хочется какого-то состояния блаженного, доброго. Опять стремиться к этому. Опять удовлетворяет эти страсти, но их никогда не удовлетворишь. Я вспоминаю одного бизнесмена, который, знаете, делился со мной своими сокровенными мыслями, и он мне говорит, очень богатый человек, да, и он говорит, владыка, если бы вы знали, какую я получаю радость, какая у меня бывает радость на душе, когда я что-то людям делаю доброе. Я вот какое-то оказываю им милосердие, какие-то вот добрые дела делаю. Вы знаете, я не знаю, кто из нас больше радуется, он, которым я сделал это доброе дело, или я, но у меня радость бывает. И знаете, он подчеркнул, у меня какая-то бывает тихая радость. Я не пляшу, я не скачу, я не топаю ногами, да, а у меня на душе бывает такой покой, такая радость, тихая, какая-то блаженная радость. Удивительно, знаете, вот, и это не он один мне только говорил, я знаю таких людей, которые действительно ощущают эту радость от того, что они живут с Богом, от того, что они делают людям доброе, от того, что, по крайней мере, они не делают злого и доброго людям, и не желают ничего плохого и недоброго людям. Вот поэтому, конечно, мы не только в акафистном пении радуемся, а Господь посещает своих людей, которые живут по-христиански. Именно поэтому многие люди, вкусив однажды вот такую тихую, благодатную радость от общения с Богом и в молитве, и в богослужении, и в совершении добрых дел, они вновь и вновь стремятся к этой тихой, блаженной, настоящей духовной христианской радости. Благодарю, Владыка. Вопрос наших зрителей. Анастасия, 27 лет, из Москвы. Ну, вопрос такой давний, в общем, часто повторяющийся. Кто может быть духовным отцом? Только священник или мирянин тоже? И как определить, может ли быть человек духовным отцом, и понять, что именно его советы тебе будут во спасение? Вы знаете, конечно, о духовных отцах не только мы в 21 веке говорим, и в 20 веке говорили, и в 19, и в 18. Вот. И я в этом случае вспоминаю святителя Игнатия Брянчанинова, который уже тогда говорил, что прошло время духовничества. Прошло время. Не ищите себе духовников. Сегодня время, говорил он, пользоваться советами, советами старцев, советами святыми старцами. Не то, что у нас сегодня, я делаю оговорочку такую, потому что у нас есть другая крайность. Когда мы говорим о советах старцев, то это имеется в виду подвижников благочестия, которые уже прославлены в лике святых. Они оставили очень хорошее наследие духовное. Это их труды. Или их ближайших учеников, которые записывали их высказывания. У нас есть очень хорошая книга «Добротолюбие», «Лействица преподобного Иоанна Лествичника». У нас очень много таких наставительных книг, «Наследие святых отцов». Вот что надо читать. Читать Евангелие и святоотеческое наследие. Там вы найдете абсолютно все ответы на свои вопросы. Сегодня, когда иногда некоторые задают такой вопрос, как найти духовного отца, сегодня, вот так поговоришь с людьми, скорее всего, людям нужны, знаете, как в народе говорят, бабки-гадалки. Куда мне пойти учиться, туда или сюда? Вот встал вот на распуте, куда мне пойти? Вот загадай, бабуль. Я даже вспоминаю, знаете, еще был иеромонахом, стоял у преподобного Сергия Радонежского, совершая акафист, как обычно там молебен совершается с акафистом. Вот подходит одна особа и говорит, батюшка, загадай желание, чтобы оно исполнилось. Вот что сегодня люди хотят. Даже своей головой не всегда хотят люди подумать. Вы изберите, что вы хотите, а потом говорите, батюшка, я хотел бы сделать вот это, вот это, вот так-то, так-то. Вот, но, конечно, выбирать себе советника – это очень серьезное дело. И выбрать себе, или, вот как мы сегодня говорим, духовного отца, вы знаете, действительно очень сложно. И я бы даже не рекомендовал это делать. Но если вы хотите вот увидеть какого-то человека, который для вас был бы авторитетом, вот, ну, надо посмотреть, конечно, как он служит, как он молится, как он общается с людьми. Подберите такого человека, которому вы, ну, не постеснялись бы сказать что-то сокровенное и попросить у него какого-то доброго совета. Если вы видите, что он действительно, вот, знаете, проявляет заботу о своих посомах, вот, можно посоветоваться. Что касается того, что может ли мирянин быть, но история церкви знает очень многих. Вот, в частности, у нас в Минской епархии есть прославленная святая блаженная Валентина Минская. Она же мирянка, а к ней люди тянулись отовсюду. А вспомните блаженную Любушку Рязанскую. Разве она священник? Она даже не монахиня. Она простая верующая женщина. А какой святой жизни она сподобилась достичь. А какой святости. Люди отовсюду к ней приходили, просили ее молитв и совета. Почему? Ну, потому что видели, что это святой жизни человек. Поэтому, если вы хотите иметь настоящего духовного отца, то надо иметь вот такого святого человека. Многие такие. А преподобный Серафим Саровский. Ну, ладно, он был священником, он был иеромонахом. Он же тоже был святой жизнью. К нему тянулись отовсюду. Преподобный, праведный Иоанн Кронштадтский. Но вы вспомните любого нашего прославленного святого. Они всегда были образцом для подражания, примером святости, чистоты, благочестия. Вот к ним люди и тянулись. Так что были и светские люди, которых я сейчас назвал и в Минске, и в Рязани, и в России. А блаженная Матрона Московская. Ну, что же наша Анимнясевская Матрона. Миряне ведь были, да, а люди к ним тянулись отовсюду. Так что вот надо выбирать себе, если хотите, советчики такие. Потому что сегодня все-таки, по слову свидетелей Игнатия Брянчанинова, мы должны больше искать все-таки не духовного отца. Потому что духовник в том древнем понимании, это был действительно духовник. Вот что он повелел, то и делает. А сегодня такие духовники тоже появляются, но эти духовники в кавычках, как говорил покойный патриарх Алексей II, дают они советы от ветра в голове. Вот что ему первое придет в голову, то вот он и дает повеление, да, от ветра в голове. Это не духовник. Поэтому будьте внимательны, осторожны. Я бы даже не рекомендовал сейчас искать каких-то духовных отцов. Читайте Священное Писание, читайте Евангелие, читайте Наследие Святых Отцов. И вы там найдете ответы на абсолютно все существующие или возникающие вопросы. Благодарю, Владыка. Вопрос с голосовой почты. Елена из Москвы. Скажите, пожалуйста, Владыка, вот если человек уже в таком достаточно преклонном возрасте наступает состояние сосудистой деменции, то есть слабоумиума в очень сильных стадиях, православной точке зрения, как это можно рассматривать? Благодарю вас заранее. Всего доброго. До свидания. Вы знаете, вот один из таких, наверное, сложных вопросов, с одной стороны, а с другой стороны очень простой. Мне тяжело бывает объяснить вот это человеку пожилому, что это такое. А вот те, кто занимается компьютерами, знает компьютеры, да вот молодым легко объяснить. Знаете, есть такое в компьютерной технике понятие, как фрагментация и дефрагментация. А есть такое понятие вот в старых компьютерах, я помню, когда мы еще начинали с ними знакомиться, тогда нам рекомендовали чуть ли не еженедельно производить дефрагментацию вашего компьютера, то есть включает специальную программу, которая дефрагментирует, собирает, делает целостным вашу программу. Почему? Потому что фрагментация, она раздробила всю эту программу на мелкие-мелкие частички и мешает компьютеру правильно работать. Как только вы произведете дефрагментацию, вот эти все-все-все, вот эти мелкие разбросанные детали соберете вместе, и потом у вас компьютер работает хорошо, без сбоев, он у вас быстро начинает работать. Сегодня, правда, более совершенный компьютер, они не требуют такой дефрагментации. Вот обратите внимание, насколько это похоже с нашей человеческой жизнью. Фрагментация в компьютере – это все равно, что мы с вами совершаем грехи. Вот мы говорим, да мелкие грехи, да ежедневные грехи. Они же нас раздробляют, наше внутреннее состояние, нашу душу, наше внутреннее состояние. Они разрывают на мелкие-мелкие клочки, и потом очень трудно собрать, как компьютер плохо работает. Вот, потом произведешь эту дефрагментацию, соберешься это все вместе, все эти вирусы устранишь, все эти дефекты устранишь, и компьютер хорошо работает. Вот такую дефрагментацию мы сегодня совершать должны в таинстве покаяния. У нас очень много грехов. Каждый день мы их называем повседневными, и даже на них не обращаем внимания. А нам надо делать такую дефрагментацию нашего человеческого организма, собрать все воедино. Поэтому мы и говорим, обратите внимание, исцеление, что это такое? Человек получил исцеление. Он стал цельным, да? Вот, он собрал, он дефрагментировал все наше внутреннее состояние, все вот это... Грех он раздробляет, он ведь наносит рану на человеческий организм, даже на человеческий организм, и на душу. Это рана на душу человека, и на тело. И вот эти грехи, они разрывают все человеческое состояние на мелкие-мелкие клочки. И он уже... Человек приходит в такое состояние, которое мы именуем расслабление, расслабленный. Он и духовно, и физически расслабляется. Вот. А надо быть цельным. Таинство покаяния делает человека цельным, дефрагментирует человека как такового. И душу, и тело, и сознание, и все внутреннее состояние делает его цельным. Вот как раз наша задача... Мы не говорим в наших таинствах на компьютерных каких-то терминах, да, или не обозначаем это. Вот. А происходит то же самое. Мы должны стать цельными. Мы должны исцелиться от всяких недугов, от всяких грехов. Исцелиться, стать цельными, освободиться от всех этих вирусов. И это происходит в таинстве покаяния. Я хотел бы обратить внимание и вас, и наших телезрителей на то, что у нас очень много примеров и из жизни церкви, и святых. Вы обратите внимание, мы стремимся найти старцев и с ними посоветоваться. А почему старцев? По идее, в старости должно происходить полное расслабление человека, да? Однако же вот такая народная молва, мы ищем и идем к старцам. Почему? Да потому что они к старости не фрагментируются, а дефрагментируются. Они становятся цельной натурой человеческой, да еще и с присутствием божественной благодати. И вот поэтому мы стремимся к старцам. Вы посмотрите на наших псково-печорских старцев, покойничков и живых. Отцу Адриану уже далеко за 90-е все к нему стремятся. Почему? Цельная натура. Она имеет общение с Богом. Это натура, это человек. Мы к нему стремимся, потому что он даст такой совет, используя который в своей жизни вы будете жить правильно, нормально. Вы получите ответы на свои вопросы. А обратите внимание на тех, кто сегодня находится в таком расслабленном состоянии. Как правило, это такие люди, которые или никогда не прибегали к таинству покаяния, не ходили никогда в храмы, и они даже не понимают, что это такое. И поэтому грех, они жили во грехах, и грех раздробил человеческое естество, человеческую личность даже раздробляет. И вспомните Христа Спасителя, как он исцелил расслабленного. Помните, он подошел и спросил, а ты не хочешь быть здоровым? 38 лет человек пролежал возле овчей купели. 38 лет, расслабленный. И что он ему потом сказал, когда встретил его в храме? Иди и больше не греши, чтобы не было с тобой чего-нибудь худшего. Так что вот чрезвычайно важно прибегать к таинству покаяния. Почаще надо дефрагментировать свой внутренний мир, быть цельным, собираться. И в таинстве покаяния происходит это становление. Человек через таинство покаяния, а потом еще причащение тела и крови Христовой, он становится цельной натурой. Вот к чему мы стремимся. Вот поэтому и старцы у нас именовались такими. А вы знаете, ведь не просто люди именуют старцев, а, как правило, это совет опытных людей, совет духовников определял или давал имя человеку, что вот теперь он старец. Это определение опытных людей в духовной жизни. Они наделяют его вот таким именем, что вот действительно достиг сегодня такой высоты духовной и святой жизни, что он уже становится старцем, богомудрым человеком, умудренным и жизненным опытом, и божественным вдохновением. Но он стал цельной натурой. Вот к чему мы должны стремиться. – Вздыка, и в конце программы такой блиц, опрос, блиц, ответы. Нина из Подмосковья. Нужно ли брать благословение на всякое дело? – Вы знаете, но ведь мы, если на всякое дело будем брать благословение, мы замучаем духовных отцов. Поэтому мы берем обычно благословение. Батюшка – благословите, или епископ, и он вас благословляет во имя Отца и Сына, Святого Духа. Но когда мы подходим брать благословение на доброе дело, мы уже не берем на плохое дело. Поэтому просто говорите – благословите. А священник призывает Богодать, Святого Духа, и говорит – во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И будет благословлять на всякое доброе дело, да. – Галина из Саратова. Сына крестили в 58-м году дома. Нужно ли перекрещивать? – Не надо перекрещивать. Однажды совершили и достаточно. – Галина из Майкопа. Ангел-хранитель дается при рождении или при крещении? – Вы знаете, этот вопрос сегодня дискуссионный, но православная церковь учит о том, что у каждого человека есть ангел-хранитель. А вот во время Таинства Крещения дается еще и Небесный Покровитель, в честь кого нас нарекают родители. – Зинаида из Татарстана. Внучка приняла ислам. Можно ли за нее молиться? – Но молиться можно, но то, что она приняла ислам, понимаете, за другого вероисповедания, мы в храме, так официально мы не молимся. А вы стойте в храме, молитесь, в своей молитве можно. Даже в храме вы стоите, Господи, помоги, вразуми, наставь на путь истинный. – Ну и вопрос, который часто звучит, на который уже давно дан ответ, но тем не менее он звучит. Василий Стюмени. Как относиться к электронным чипам, которые нам пытаются навязать? – Не принимайте, если не хотите. Это же дело добровольное. Не принимайте. Но еще раз хочу сказать. Вы знаете, даже враг рода человеческого, он очень сильный, но Господь всесильный. Если вы думаете, что через какие-то чипы вами будут управлять, ну, не получится. Если мы будем жить с Богом, будем общаться с Богом, то Господь не допустит того, чтобы мы стали рабами каких-то автоматов. – Лидия Чувашия, отразится ли грех самоубийства на детях? – Вы знаете, мистически нет, но внешне, конечно, не только на близких отражается. Я думаю, что все, кто узнает о том, что кто-то совершил такой тяжкий грех, самоубийство, то, наверное, след все равно оставляет. Равнодушным вряд ли кто остается. Поэтому вот такой эффект, он все равно оставляет след в душе каждого человека. Я до сих пор помню, еще в детстве, когда узнавал о том, кто-то что-то совершил. Но какого-то последствия или тяжести вот за совершение этого преступления близких людей, конечно, другие люди не несут. А след, конечно, оставляет. Как и любая смерть, любое событие, оно отражается на всех, кто узнает об этом. – Благодарю вас, Владыка, за беседу. – Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.